Олежка, добрый вечер. Это я, Таниха Сергеевна. Ты меня помнишь? Да, помню. А теперь, слушай, мое, что я тебе скажу? В пятницу у Юлии Григорьевны был день рождения. Девчонки собрались, поздравили ее и ушли по делам. Они пошли по каждым своим рабочим местам. То, что вам наплели, это полная чушь и лажа. Во-первых, у нас бойлер есть на втором, на первом этаже. Каждый день вода есть. Но вы понимаете, у нас на втором этаже лежачие люди. И на первом тоже. А то, что он занимается мужелокством, это вы понимаете, что это такое? Нет. Но как бы вам культурно выразиться? Мужик с мужиком. Так это круто. Вот. А во-вторых, то, что он вам наплел, это полная лажа. Директор у нас замечательный. От него проблем не услышал. Он у нас человек, от Бога. Что он вам там наплел, я не знаю. Он говорит, что у них нет теплой воды, кроме пятницы. Один день, один раз в неделю. Это для всех банный день. Для всех банный день. Но у нас каждый день бойлер. У нас бойлер поставлены на два этажа. На первый, на второй бойлер поставили. Но там на первом, на втором этаже самые тяжелые люди. Он может потерпеть, а лежачий не потерпит. Поверьте мне. Да, но один день в неделю, это все-таки мало и ненормально. Да, но вы объясните мне тоже. У нас здесь люди, которые имеют приступы, у нас были суициды на этом почте. Вы понимаете? Ну, я согласен, чтобы им дали в первую очередь. Но все нуждаются в теплой воде, хотя бы через день, а не один день в неделю. Нет, Олег, вы поймите меня тоже. Во-первых, ему дают воду, но он хочет каждый день купаться, мыться, меняться. Он мужик, он подождет, а лежать и в кровати, он-то не подождет. Его нужно купать, менять, стирать и кормить его нужно. И одевать его нужно. Вы понимаете? А он занимается мужлобством. Это его проблема. Это не ваша проблема. Он не нарушает закон, наверное, не нарушает правила там в интернате, не так ли? Он нарушает все права. Он всем затыкает кровь, делает свои законы. В смысле? Как именно? А вот так. Он, если что, звонит по правам человека, горячие линии, там кому-то еще он звонит. А что он про себя не делает, что он отбирает посылки у лежачих, забирает всю еду у лежачих? Почему вы это ему вопрос не задали? Откуда мне знать про это? Вы же не говорили. А вы жаловались администрации? Да, но дело в том, что нас сейчас не пускают никуда. Мы в карантине, мы закрыты. Первое. Что директор может сделать? Но звонить администрации можно. Или через санитарку там передать, что он отбирает посылки. Ну а сказали, мол, типа, Олег, сказали после карантина, посмотрят что как. Но пока Минска не знает еще по контакте. Но директор неплохой. Директор замечательный. Он для нас все старается. Он говорит, что обращается с проблемами. И директор ему говорит, если не хочешь, уходи домой. Это же неприемлемо, я думаю. Он вам неправильно сказал, во-первых. Если хочешь уйти на день или на два, на три, уходи до конца карантина. До конца месяца. Но не до конца пожизненно, во-первых. Понятно. Но у нас Юля замечательная. Она нам все выдает. И мощь. Все, все, все. Что от нее можно потребовать? Там есть одна вещь. Ее девчонки поздравили, они ушли. Все. Не было никакого забантуя там, да? Нет, не было. Они пришли и ушли. Все. А почему вы ее так защищаете? А чем мне защищать, если я знаю свою сестру хозяйку больше, чем он знает себя. Понятно. Я ее не защищаю, я вам говорю так, как есть. Я же вам тоже советовал. Звоните в министерство, если проблемы есть. Почему вы обижены, что он звонит? Он защищает свои права и ваши тоже. Олег, вы понимаете меня? У нас проблемы, это у него проблемы. У нас совсем шикарно. Все нас устраивает. Это его не устраивает. Вы понимаете? Это его не устраивает. У него есть такое право. Быть недовольным, писать жалобы, звонить в министерство. Да, вы объясните мне одну вещь. Чем отличается он от лежачего, от ходячего? Он здоровее, чем эти лежачие. Да, но один раз в неделю иметь теплую воду, это, я думаю, незаконно. И хорошо, что он звонит и жалуется. Это не причина в теплой воде. Его кто-то настрапаливает, во-первых. Это чтобы пойти против директора, чтобы пойти против сестри-хозяйки, старшим министрии и кого-то еще. Его настрапаливает. Почему вы это не спросили? Это проблема с теплой водой. Мне кажется, самое важное из того интервью. Да, вы понимаете, я сама беру воду, четыре бедра воды я сама купать. Мне вот так хватает. Но каждый день купаться это тоже не вариант. А только в пятницу, да? Да, в пятницу. А я беру через день два могу брать. На двух этажах есть бойлер. А ему не дают. Почему не дают? Не знаю. У него... Вот он не жалуется. У него комната? Вы можете меня выслушать? У него комната, рядом с комнатой, там, где есть бойлер. Ему дают. Я не знаю, откуда он чужой стал пахнуть. Значит, он врет. О! Душа открыта. Может быть. Душа открыт. Там душа открыт постоянно, во-первых. Ему захотели, ему открыли. Я так и спросил. Он говорит, что не открывают теплую воду. Как не открывать? Я вчера была, взяла четыре бедра воды. А можете... Сейчас с камерой и с ним. И сказать, вот эта теплая вода течет, можно брать. Сегодня же не пятница. Ну, а сейчас у нас санитарка под замком, и она пошла вниз. Ну вот, доказательства. Сейчас нельзя брать теплую воду. Ну, она на четвертом этаже, я не могу спуститься вниз без ее ведома. Вы понимаете? Вот она сейчас подходит туда жить. Она что-то подошла. Значит, у вас на этаже сейчас нет теплой воды? У нас на четвертом нет. У нас на втором вода есть и на первом. Там лежачие люди, тяжелые. И вы на четвертом сейчас. Два этажа, четвертый и третий, не имеют теплой воды. И вы на третьем и на четвертом не имеете теплой воды. Сейчас. И не вчера, и не завтра. Так мы сами спускаемся вниз и берем сами воду. Я понимаю, но это, я думаю, ненормально идти за водой на второй этаж. За теплой водой. И нести в ведрах. Значит, у вас нет теплого душа? Да, понятно. У нас есть там теплый душ, Олег. Я вам еще раз говорю. У нас вода есть. Один раз в неделю? Не раз. Нет, у нас каждый день два бойлера. На первом и на втором. Я вам еще раз говорю. А у вас в квартире, в комнате нет душа? А у нас по пятнадцать в ванной день. Мне что, не хватает? Понятно. И два. Некоторым хватает один раз в месяц или в год. Так у нас в ванной и душ есть. Мы купаемся через день, два, можем купаться. Потому что мы сами греем, сами носим воды. И ничего. У нас в конце концов мужики есть. Для чего мужики? Чтобы они мне воду таскали. Я прошу их и все, они мне проносят воды. Понятно. А что, женщина не может это делать? Ну, а если я с ведром рассыплюсь, как вы думаете? Мне два килограмма я вешу. Понятно. Олег, вот уже фунтарь. Иди сюда. Двадцать два килограмма. Нет, нет. Кто там? Нет, она вам сейчас скажет. Кто там? Вот, женщина. Татья Мария. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть теплая вода? У нас на этаже теплая вода только по пятницам. Хорошо. Горячая вода, купаются, да. Только раз в неделю. Да, только ходячие у нас все. Кому надо воды, первый, второй этаж, там каждый день вода горячая, потому что там лежат люди. Понятно. И кому надо, да. Кто хочет купаться, все туда идут, там душ. Кто хочет купаться, все идут туда. Если вы пойдете сейчас туда, вам разрешат делать душ, да? Да, хотите, в любое время. Понятно. В любое время. Отлично, спасибо. Да, да. Ходят люди. Я вам объясню, как вам объяснила женщина. У нас по пятницам, но мы каждый день можем брать вод. Ну, ходим. Мы берем. По пятницам обязательно. А так, в другой день можно делать душ. Да. Понятно. Ну, да. Может, неправда, что он говорил. Не знаю, почему он так жаловался. А ну, стойте. Давайте говорим. В бане, я работаю на четвертом этаже. Он жил тут на четвертом. Каждый день. Такого дня не было, чтобы он не купался. Если хочет, несет сюда воду. Тут купается. Если хочет, идет в баню. И там купается. Да, там купается. Если вечером не покупался, утром обязательно. В пять часов идет туда, в баню, потому что лежачих. Утром надо купать, потому что лежачих. И я все время в пять часов пошел, покупался каждый день. А сейчас он на втором этаже поломался. Я там не знаю, что-то поломалось вчера. А так работает ежедневно. Олег пришел, сделал. Кто хочет, отдай. Все этажи, и будь туда. Первый, второй. Кто хочет купаться. Проблем нет. То я не знаю, что его нашло. А вы здесь работаете или... Да, я работаю на четвертый. А, вы здесь работаете. Я Мария. Понятно. Да, да. Ее честь Мария зовут Олеш. Хорошо. Запомню. Спасибо. Олег, а теперь вы меня послушайте. Вы на это, что вам Иванов сказал, это полная лажа. Вы поверьте ему. Вы поверьте много этим людям, которые здесь живут. Они вам много чего скажут. И поэтому... Он не ищет повод из-под кого-то порыть, покопаться. Это ненормально, во-первых. С волками жить, по волчьей быть. Но у нас контингент нормальный. А какой у него смысл эти проблемы придумывать? Какой у него интерес? Я не знаю, кто его настрапаливает, но его очень хорошо настрапалили. Но не знаю, кто им. Но у него где-то есть. И чем-то он подмал. Хорошо. И вот чужими руками пытается утопить кого-то. Либо сестру хозяев, либо директор, либо старшим медсестру. Но они не при делах. Они пришли, поздравили и ушли. Все. Но там багетник никакого не было. Понимаете? А вы откуда знаете, что там были? А что я не знаю, куда мне ходить, Олежка? Неужели у меня нет везде? Так вы же говорите, карантин нельзя выходить из комнаты. Все знали, что происходит в салоне, где встречаются медсестры и так далее. Ну, конечно, если один знает, то уже вся Молдова знает. Как вы думаете? Понятно. Мы-то ничего не знаем, а он знает. Откуда он знает все новости? Я вот удивляюсь, Олежка. У нее кабинет под нашим этажом, под четвертым. Здесь третий этаж, вот здесь на углу у нее кабинет. Откуда может знать, где ее день рождения делается? А он на втором живет. Понятно. Спасибо, Катерина. У нее просто как? У нее два года случилось горе большое. Она потеряла сестру старшую, Майд Григорну Цибарнака. Она давала ему дико. Но это жизненно мягкая, добрая, очень. Поэтому, поверьте мне, то, что вам сказали, это полная лажа и чушь. Поверьте мне. Да, но он и про шефа говорил тоже. Павел Георгиевич? Нет, нет, нет. Это чушь полная, поверьте мне. Он никому не сказал, уходи, если не нравится, да? Олежка, он с нами в четверг неделю назад, он с нами общался. Вот и человек здесь сидит со мной. Вот здесь Славик сидит, и он вам скажет. Славик, ну скажи. Так кто общался неделю назад? Шеф? Павел Георгиевич у нас, он нас собрал людей и сказал так. До конца карантина, если вы хотите уходить, уходите. До конца месяцев вы не появляетесь. Понятно. Вот человек, который здесь со мной сидит. Только это сказал, да? А так не пугает. Здрасте. Он пришел. Выслушайте. Была хозяйка, была старшая медсестра. Он сказал, это для нашей же безопасности. Ребята, вот вас пускают на час погулять. Вот ваша территория, возле вашего корпуса, этот час гуляйте. Не ходите ни в другие корпуса, ни это самое. Чтобы ваш этаж вот находился, этот час, возле вашего блока. Понятно. Это для нашей же безопасности. Не дай бог, вирус попадет в интернат. Всем беда. Вы сами понимаете. Да, да. И насчет воды тоже. А так насчет воды все есть, все нормально. По пятнице воду дают. А мы в каждый день даже не можем брать воды из гуляра. И нам разрушаются антаргки. Мы с ними идем и с ними приходим. Мы просто сидим по замкам, потому что не ходишь, не перенести вирус. Понимаете? Понятно, ну да. Они нас берегут, поэтому. Это же в нашу путь. Да, да. Может поэтому и в душ не разрешают чаще, чем раз в неделю. Временно. Почему? Вы понимаете? Раз в неделю. Это общая баня по всему интернату. В каждой комнате есть горячая вода. В каждой комнате ванна. Мы купаемся. А если другие дни хочешь, пожалуйста, на первый, второй этаж иди купайся. Не хочешь там купаться, набирай себе в ведра, неси в комнату, сколько, 4-6 ведер воды достаточно, чтобы искупаться ванну. Я сама тащу 4 ведра воды. Вот человек сведеет. Вот и купаюсь. Я сама купаюсь. Ну, может быть, может быть такое, что там пару часов бойлер не работать, поломался. Ну, вызовут электрика, сделают. Или подремонтируют. А так постоянно. А почему? Потому что эти люди лежачие, они идут под себя. А он-то не идет из-под себя. Он ходячий. Их обязательно, к примеру, лежачий пошел под себя, его надо помыть, скупать. А бывает такое, что пошел и смотришь через 10-15 минут, он обратно пошел под себя. Его обратно надо помыть. Понятно. И напротив его же комнаты, тот душ стоит, полер. Он может в любое время, хоть даже в 12 часов ночи пойти. Напротив. Он говорит, не разрешают. Ему не разрешают. Да, да, не разрешают. Полное чушь, Олег, поверьте мне. Понятно. Спасибо за объяснение. Он же может вздеваться, или кто-то травит его на этих людей, вот они... Он чужими... Кто-то его травит, и он чужими руками готов раз заехать. Вот даже предоставлю вам такой пример. Буфетчица разносит 9-й стол. Это дополнительный поем. Он не стоит на этом дополнительном поеме. Ему не положено. Значит, он уцепился к буфетчице, дай мне и все. Не дашь, я на тебя пожал. Как она может... Вот вы... Как она ему может дать, если он не стоит на том... И что... А кому я есть? А кому дают дополнительный? Кто стоит на 9-м столе. Кто на 9-м столе. А что с этим 9-м столом? С 9-м столом, скажу. Это в основном... Это в основном находится сахар. Кто? Которые болеют сахарным диабетом. Ага. Значит, им усиливают питание. Ага, понятно. Дают больше или... Это считается как бы полутень. В 11 часов дают дополнительный поем. Олежка, вот у одного больного была посылка недавно. Где-то неделю, две может. Даже не могу сказать точно. Даже пару дней была посылка. Он эту посылку как схватил, начал кушать в той сумке. Весь рот набитый. И никогда он не насытится. У этих больных отбирают сумки. Все отбирают. А что... В чем вы говорите? А что можно отправлять посылки сейчас, во время карантина? Да. Да, да, можно разрешать. Там охранник принимает. Странно. И сам так отберет и это приносит. Даже, например, кому-то приехали ездят. Значит, ты подходишь к воротам. Тебя отпускают. Значит, но ты с родственниками не общаешься. Охранник выходит, забирает сумку, передачу. Все. И звонит санитарка. Санитарка приходит и передает человеку. Да, но вирус передается и через объекты тоже, через продукты. Да, мы в курсе. Но хорошо. Один к вам вопрос. Раз вы говорите, что вирус передается через продукты? Но нам же сюда продукты поступают, привозят, значит, там тоже может быть вирус. Да, но те продукты и варят, и моют, а ваши из дома приносят в банки или в бутылки и сразу вам передают. Вы ничего не моете, вы ничего не дезинфекцируете, не варите. Отвечаю на это тут. Значит, если приносят, например, консерва, тушенка, оно все закрыто, запечатано. Такие, например, продукты, как голубцы, холодец, это не поступает. Все запечатано. Даже, например, там вода сладкая, оно все закрыто, запечатано. И вы думаете, санитары чистят все эти упаковки, все и передают вам в чистом виде? Они не чистят. Они посмотрели, что там, это самое. Они передали все. Сигареты, например. Они тоже запечатаны и все. Понятно. Спасибо за объяснение. И за звонок. Вас спасибо, что вы уделили нам времени. И за доверие. Спасибо, держим связь. Олешка, и еще одно. Вот таким людям никогда не верьте. Они вам еще не то напитут. Поверьте мне. Вам нужен конкретный материал. И что у вас были уже факты на Facebook, чтобы поставили вам класс, класс, класс. Вы же к этому стремитесь. Я читала ваше резюме, между прочим, вы знаете? На Facebook. Понимаете по-румынски. Очень круто смотрится. Значит, понимаете по-румынски. Конечно. Мабукор. Спасибо. До свидания. Выложите на Facebook, а мы потом прочитаем комментарий. Обязательно. Хорошо. Только выложи на русском языке, потому что у нас человек не понимает молдавского языка. И поэтому. Хорошо? Пока. Все, удачи вам. Пока-пока. Спасибо, что вы уделили нам это внимание. Все, спасибо.